Вот я замерил сопротивление транзистора IRF640, который на Алиэкспресс покупал. Его сопротивление 0,3 Ом. Вот так, если закорачиваю щупы 0 Ом. А вот если мерю на транзисторе, тут камеру показать. Не знаю, его видно. В общем, на слово придётся верить, что они могут померить. 0,3 Ом показывает и должно быть 0,18 или 0,15 Ом. А мы теперь проверим транзистор, который в магазине покупал. Вот тут я на затворе сток подаю 15 В. Тогда можно померить сопротивление. А тут вот 0,2 Ома. Ну, это 0,18 Ом. То есть, понятно, что... Вот тут, конечно. Вот даже 0,1 Ом показывает. Он на лучшие контакты прижал. Попробую одну руку заржать. 0,2 Ом. Но если контакты сильнее прижать, то получится. О, 0,1 Ом. Не знаю, или видно. Комутантин есть при сопротивлении в 3 Ом. Я попробую только так зажать, чтобы лучше было. Показать. Вот так. Подключил. Теперь могу сильно прижать второй контакт. Точно замерить. Вот. Вот 0,3 Ома все равно показывает. Хоть как я сильно прижимаю. Ом. Продолжение следует... 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 потом нужно будет ставить эти транзисторы я всегда теряю 840 у них на сопротивление поменьше оказывается наоборот вот подам для прикола не не 16 вольт на затвор 8 вот какое тогда будет сопротивление нужно разрядить затвор теперь теперь подключаю 8 вольт что теперь покажет все равно 1 вольт даже 8 вольт ему хватает 0 9 вот и цепи питания все равно один он показывает потому что пока еще заряд остался на затворе нужно полярное испытание заменить теперь уже все ничего не показывать вот поляр заменил теперь тоже когда себя уже тоже ничего не будет так что те кто усердствует не ставят там 15 даже больно чтобы затвор зарядить слишком сильно вот обратно поставил и слишком сильно переживаю только нагрузку лишнюю на драйвер дает хватит и 9 вольт вот это еще замерить питание что можно стабилизатор напряжение на 9 вольт ставить тогда будет меньше нагрузка на драйвер дает хватит И тогда на сам стабилизатор напряжения тоже меньше нагрузка будет. А когда 15 В, если ставить стабилизатор напряжения, то очень значительно будет нагрузка на драйвер и на стабилизатор напряжения. Только то, что он будет на высшем напряжении, у него будет меньше потерь.